Как было установлено, 44-летний ранее судимый задержанный работал охранником строительного объекта. По словам злоумышленника, организация подрядчик не выплатила ему зарплату. Затаив обиду на работодателя, мужчина в течение месяца совершал хищение с территории некогда охраняемого им объекта, а именно строящегося храма на улице Топольчанской. Пропажа 10 тонн металлических конструкций обнаружилась не сразу, поскольку отделочные работы в зимний период времени не производились. И что-то говорят, он кровлю повредил. Да, там кровлю, когда он колокольник скидывал, он кидал леса, ну и кровлю попробивал там. Надо где-то четвертую и третью часть менять кровлю. Подозреваемый сдавал похищенные в пункты приема металла по цене 11 рублей за килограмм, не зная реальной стоимости конструкции. Сумма материального ущерба, причиненного организацией подрядчику, превышает 1 миллион рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 158 часть 4 Уголовного кодекса Российской Федерации. Кража совершенная в особо крупном размере. Максимальное наказание предусмотрено в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Денис Желтов, Вести, дежурная часть, Саратов.